всем привет напишите пожалуйста как меня видно слышно привет пока все присоединяются я расскажу какая у нас сегодня тема немножко расскажу о себе меня зовут людмила ельникова я визажист свадебный стилист и мастер по волосам пока вы собираетесь я рассказываю кто я что и что мы сегодня будем делать и о чем поговорим собственно я кстати не одна у меня подружка сейчас я вам и покажу она меня очень часто выручает мы с ней уже пять лет здравствуйте всем привет это лола лолита она мне помогает пока мы сидим на карантине я на ней репетирую свои собственно прически сколько я свадебный стилист визажист и мастер по волосам вот сегодня я имею честь быть в этом паблике и рассказывать вам собственно про здоровье волос про уход и про то кстати пожалуйста напишите как меня видно и слышно я немножечко волнуюсь я думаю вы заметили но я скоро обязательно войду в ритм и буду двигаться параллельно с вами отвечая на ваши вопросы но у меня есть небольшая контентная часть я хотела бы сегодня вам рассказать про собственно волосы о том как сохранить в этот непростой период их здоровье здравствуйте всем сегодня мы говорим про уход за волосами а точнее топ-5 сейчас я тут я тут составила небольшой списочек очень большой у нас сегодня с вами фронт работ у меня есть небольшой план пока что напишите пожалуйста мне как меня видно слышно я пока что могу еще все поправить чтобы мы потом когда будем рассказывать разговаривать о волосах не отвлекались на какие-то вот эти вот все моменты организационные сейчас напишите мне пожалуйста да видно слышно или какой-нибудь свой любимый смайлик пишите вот я тогда начну уже двигаться дальше хорошо спасибо вам огромное я очень рада и все комплименты мне всегда приятно слушать особенно когда волнуешься так хорошо слышно хорошо видно репейные масла мы об этом обязательно поговорим про репейные масла про все подорожники про яйца которые желтки и себе на голову обычно девочки выливают кефир и ждут какого-то эффекта про это мы обязательно поговорим все отлично отлично я вижу что меня слышно ну давайте быстренько еще небольшой экспорт курс для всех тех кто присоединился я свадебный стилист и визажист и мастер по волосам с пятилетним стажем уже наверное больше чем пять лет я думаю это не суть важно это небольшая подводка к тому почему я имею право собственно говорить о волосах и их здоровье вот а рассказать вам сегодня хотела бы свою историю вот у меня к счастью сейчас вроде бы не так все плохо с волосами были они длиннее я их отстригла но разговор сейчас не об этом мы сегодня с вами поговорим топ-5 причин выпадения волос вот так поговорим про самодиагностику про лечение как понять когда уже стоит идти к врачу и и собственно кому можно успокоиться и судорожно не считать количество выпавших волосинок каждый день вот скажите пожалуйста я на самом деле очень люблю когда публика такая активная и вместе со мной взаимодействует и самых кстати активных я хотела бы наградить чем пока не скажу но как бы будьте активными пожалуйста и есть на то причины и кстати даже поощрение вот я хотела бы задать вам такой вопрос как вы думаете если какая-то у нас норма по выпадению волос собственно вот какая норма волосы когда выпадают это не страшно вот скажите пожалуйста как вы думаете какая норма выпадение волос это нормально а когда уже стоит задуматься о том надо ли принимать какие-то экстренные меры вот пожалуйста так я смотрю что вы читаете что вы пишете я читаю так девочки на самом деле нет выпадение не только для мужчин понятно высокий уровень тестостерона это мы сейчас не трогаем лысые мужчины они как бы в тренде и особенно когда тут лысина тут борода но мы сейчас не об этом мы говорим про нас про девочек вот когда уже стоит забить тревогу что вот волосы у нас выпадают и надо что-то с этим делать и предпринимать 100 волос в день вижу ответы 100 200 100 так еще будут варианты вот я сейчас тут твою шпаргалочку достаю на самом деле вы все близки к верному ответу вообще у нас волос на голове сто шестьдесят тысяч волосин ученые установили что вот именно столько у нас растет соответственно обновление регенерация клеток и все тому подобие выпадение волос это нормально это естественно это свидетельствует о том собственно что организм растет развивается все с ним в порядке но есть какие-то пределы да смотрите какая история оказывается что есть взаимосвязь между тем обладатели каких волос какого цвета волос являются и как это влияет на количество выпавших волос собственно вот так вот скажем смотрите для блондинок поскольку волос у блондинок ломкий секущийся для них норма выпадения волос сто пятьдесят штук в сутки сто пятьдесят штук вы представляете то есть это такой достаточно большой комочек если это все свернуть получится сто пятьдесят штук в сутки для брюнеток это все правильно я видела здесь где-то ответы сто сто десять все верно прорежем мыть волосы обязательно поговорим на самом деле вы правильно все говорите да видите да есть четкая взаимосвязь чем ломче волос соответственно тем он тоньше это я сейчас про блондинок тем больше волос выпадает в сутки и самые у нас скажем так на нижней границе это шатылки и рыжие собственно вот я к ним отношусь там восемьдесят штук в сутки чтобы вы понимали сейчас я вам расскажу свою историю на самом деле я этим вопросом заинтересовалась не просто так не по воле своей профессии сама столкнулась такой проблемой что мои волосы стали выпадать в таком количестве что буквально вы знаете не просто вот так вот я потянула за волосинки и там там пять штучек да я буквально везде встречала свои волосы их выпадало столько что можно было просто из них связать плед и укрыть цыганскую семью чтобы вы понимали что вот я не просто так начала бить тревогу я стала я стала изучать этот вопрос досконально что вы тут пишите вы можете кстати задавать мне параллельно вопросы я буду смотреть да 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 вопрос пока нет в общем я забила тревогу и оказалось что столько всего на эту тему я сейчас в интернете вплоть до намажьте себя желтком потанцуете с бубном и всякое такое прочее что в среди всего этого обилия информации сложно было разделить что что есть собственно помощь для моих волос а что нет и смотрите что я раздобыла какая есть у нас информация по волосам на самом деле я уже говорил о том что выпадение естественно но у волос есть три стадии роста оказывается и первая фаза называется если вот вам не интересно сейчас я просто быстренько расскажу чтобы вы понимали вообще в принципе какой цикл у волоса проходит до первая фаза называется анаген она длится представляете от двух до семи лет то есть от двух до семи лет волосы в фазе роста 90 процентов волос на нашей голове сейчас вот в фазе анагена да чтобы вы понимали дальше идет фаза третья катаген это уже фаза отмирания волос она длится примерно две-три недели и это три процента всего волос у нас в этой фазе то есть фаза отмирания катаген три процента волос из 160 тысяч а пи а первая фаза от двух до семи лет это просто фаза роста это 90 процентов волос у нас в фазе роста и третья фаза это уже называется телогены тоже фаза сна луковицы когда луковичка засыпает и длится эта фаза три месяца она уже перед отмиранием то есть это естественное выпадение волос когда уже дальше снова будет фаза анаген фаза роста то есть получается волос отмерзший и как бы новая луковичка потому что волосок растет он выталкивает вот этот отмерзший волос да это вот эти три процента чтобы вы просто понимали как происходит у нас на голове дата что это нормально что волосы выпадают и дальше уже идет такой момент самодиагностика который я обещала вам рассказать самодиагностика это как понять и до в домашних условиях что стоит ли мне уже обратиться к врачу или может быть все в порядке да вот ну про эти мы с вами поговорили про 100 для подождите 150 для блондинок да вот это вот вы для себя уяснили да 150 штук в сутки для блондинок 100 110 для брюнеток и 80 штук это для рыжих и шатенок ну собственно я тоже в этой категории да я хотела бы с вами поделиться экспресс-тестом как понять что все у меня в порядке например да что у меня нет никаких патологий там связанных с волосами что уже не патологическое количество их выпадает просто сейчас период меж сезонья и в принципе это нормально да что вы замечаете что волос выпадает чуть больше я сейчас ребят давайте я сейчас небольшую контентную часть расскажу вы пока пишите я потом посмотрю что вы пишете хорошо дальше смотрите у нас есть такой экспресс-тест я думаю вы интуитивно это каждый день делаете для девочек у которых там ну я не знаю волосы не под мальчишечку стрижечка до коротенького которых вот есть какая-то длина я думаю каждый день вы вот так вот делаете просто протягиваете в жгутик и вытягиваете волосочки да и вы смотрите сколько у вас в руке осталось да смотрите экспресс-тест это если у вас меньше десяти штучек осталось на руке это значит что бит тревогу не нужно все в порядке все нормально это экспресс-тест это быстрый такой тест чтобы понять что все нормально и успокоиться уже да потому что сейчас еще межсезонья нормально волосы выпадают это нормально но если вдруг вам это уже начинает мешать жить и вы буквально все застилаете своими волосами есть более точный тест стоит провести его но для этого придется три дня не помыть голову да вот смотрите вы три дня не умоете голову это первый шаг да на четвертые сутки вы ведете подсчет уже этих волосинок непосредственно но вам это нужно чтобы просто более точно себе диагноз поставить на четвертый день вы просыпаетесь и начинаете отсчитывать вот эти все волосинки что на постели на подушечке остались и идете о боже и слава богу мыть голову наконец-то но прежде чем помыть голову вы ставите себе такую сеточку на слив ну да чтобы собственно подпочитать посмотреть какое количество это да муторно запарно но если если при при от вот реально вы это сделаете как сделала когда ты я вот ставите сеточку все это тоже туда же и дальше высушиваете волосы что важно без фена а без всяких дополнительных каких-то стайлингов и мучений волос просто вот в естественном ключе да там помыли обмакнули важно вот так вот не тереть по волосам со стервенением да просто обмакнули промокнули полотенчиком махровым и как бы ходить важно расчесываться вы начинаете уже после того как волосы высохли неправильно расчесываться по-мокрому до девочки кто кто знал кто не знал дайте мне обратную связь знали вы что мокрые волосы расчесывать это вредно для них что это портит структуру знали если заодно посмотрю что вы тут пишите примытье все верно не посчитать поэтому вы ставите еще сеточку и потом смотрите на этот вот кто там у нас получился так какой пучочек ну если очень много и уже пучок да просто смотрите что волос это тоже на самом деле будет не три волосины что волос это будет такой вот примерно себе пучочек просто для интереса пособирайте посмотрите расчесали на сухую данную соответствии соответственно дальше уже смотрите что там больше ста и так далее и вот сейчас мы переходим самый важный важный нашей контентной части я вам расскажу о причинах собственного падения волос очень много да 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 девочки у меня такая же была история сейчас период межсезонья тоже это количество растет да сейчас я вам расскажу дальше что мы делаем вот кстати пожалуйста напишите мне я люблю когда просто аудитория работает есть какая-то обратная связь и не просто так вот себе сижу и читаю лекцию как где-то там в университете про волосы например на я не трихолог что важно да но тем не менее я с волосами работаю я должна понимать вообще как это все происходит да и и что и что нужно делать чтобы не навредить да не навреди первая заповедь гиппократа или кого пусть врачи меня простят или поправьте если я не права да не навреди первая стадия да поскольку я уже как свадебный стилист я работаю с тем что есть я прихожу девушка уже помыла волосы и я как бы работаю с тем что есть понятное дело есть какие-то сталинги есть какие-то улучшай зинги чтобы выглядело этого лучше но всегда важно работать с первопричиной да вот сейчас я вам расскажу эти причины я почитаю что вы пишете как вы думаете какая причина выпадения волос да одну я уже назвала это авитаминозы период обострений да и собственно когда в межсезонье нам не хватает витаминок собственно волосы не исключение давайте посмотрим горячей водой ну горячей конечно не стоит потому что вы таким образом повредите себе и кожу головы верхний слой эпидермиса потом вы рискуете приобрести новую болезнь такую как например сиборея в банальности перхоти или как это еще называют да кожу головы просто повредить и да пересушить и есть такие риски кстати фены тоже сушат это я уже перескакиваю начинаю про причины говорить да я хочу все-таки послушать как но посмотреть как думаете вы все-таки есть понимание того расчесываете влажный волос не видите разницы но возможно вам повезло вы обладатель упругих толстых напитанных живых здоровых волос на вас это никак не отражается она девочек для которых например для блондинок да у которых волос ломкий тонкий редкий им я думаю лучше воспользоваться моими рекомендациями расчесываться на сухую соответственно вы перед этим еще используете бальзамы для если у кого-то они ломкие непослушные спутываются да про то как правильно мыть голову не в этом эфире я на самом деле рассказываю об этом у себя в блоге если хотите можете перейти у меня есть хэштег отдельный по волосам ел нижнее подчеркивание волосы у меня там уже есть несколько статей на эту тему но это не сейчас это небольшое такое лирическое отступление есть правило правильного мытья волос кстати как бы смешно это не звучало но большинстве своем и все волосы моем неправильно неправильно мыть волосы наклонив в раковину да и вот как бы такое в позе страуса мыть волосы наклонив вниз да это неправильно вот если кто-то себя сейчас в этом описании узнал то не делайте так так не только у блондинок тонкие пустые но это я согласна есть еще после воздействия мячных красок да ломкие становятся волосы сухие да сейчас я в принципе в целом говорю да я им когда говорю блондинки я имею ввиду природный ваш цвет волос да цвет корней они в которой вы уже впоследствии перекрашиваетесь да я немножечко про генетику хотела сказать да а там уже конечно сейчас нам доступна бьюти-индустрия мы можем из блондинки в брюнетку из брюнетки в шатанку и научные статьи если интересно можете написать мне милый ел я вам скину я сейчас не буду ссылаться ни на какие научные статьи иначе наш эфир не уложится даже в час да ну вы можете просто поверить мне на слово можете сами пойти и загуглить это несложно сейчас интернет там куча всего главное не читайте все подряд а со сносками действительно это важно мужчины мне нравятся мужчины они всегда такие напишите дайте ссылку чтобы не быть голословными да это все правильно делаю маски ополаскиваю травками чудесно кстати неплохо неплохо помогает да замечаете разницу так что делать если волосы путаются у корней ну попробуйте использовать бальзамы вы моете обычным шампунем начало шампунь потом наносите бальзам да бальзам как масочку и важно наносить не от корней а бальзам мы наносим чуть-чуть отступив от корней но я не знаю там сантиметрика 35 и наносите уже ждете там несколько минуток и смываете собственно ничего нового я вам не рассказала как на тюбике написано так и делаете бальзамы они для чего для того чтобы как раз волосы стали более послушными и расчесывались лучше ну как бы все для всего остального есть маски вот я ответила что путаются если путаются у корней дальше давайте о причинах про причину вы кстати мне ничего не написали я я ждала ждала вот про волосы лезвия ребята яна фрохуддинова правильно если прочитала простите мне пожалуйста если неправильно эфир сначала можно пересмотреть первая у нас причина это смотрите первая причина это нарушенная функция щитовидной железы если вы знаете а может и не знаете я вам сейчас в общем расскажу как правило волос состоит из большей части белка а щитовидная железа у нас регулируют белковый обмен да и вот как бы странно ни звучало все в природе взаимосвязано в том числе щитовидка с волосами тоже поэтому не лишним будет пойти издать анализ на ттг тереотропный гормон проверить свою собственно щитовидную железу норма это не выше четырех да вот первая причина у нас до вторая причина это я тут немножечко подглядываю потому что у меня очень большой список чего вам хочется сегодня рассказать и поделиться гормональный сбой кстати может быть вот собственно у меня была такая же причина у меня в период после родовой очень жутко лезли волосы я уже рассказала до что панику я тревогу забила собственно не зря мне потребовалось где-то наверное полгода чтобы выровнялась вся моя гормональная система но тем не менее эта причина вы тоже также можете пойти к врачу и проверить свой организм на уровень андрогенный андрогенов вот простите пожалуйста я не медик в общем на избыток мужских половых гормонов у женщин тоже есть мужские половые гормоны собственно анализ вам покажет если сбой какой-то и собственно в этом ли причина и из этого будет следовать потом ваши после последующие действия как вы будете этот вопрос решать третья причина у нас анемия вот расскажите мне пожалуйста чувствуете ли вы с утра усталость вялость сонливость вот если есть такие симптомы это как раз таки может служить признаками анемии то есть недостатка железа в организме да тоже простой а кстати смотрите если анемия то это может сопровождаться сухостью кожных покровов до пальчики ногти могут быть сломкими да вот если такое за собой замечаете проверьте просто на анемию сдайте до анализы сходите к доктору я почему настоятельно рекомендую все таки не заниматься самолечением потому что ну все таки сейчас медицина развита и знаете мазать что-то сверху я если честно не сильно верю в то что намазать желток на голову я я просто пробовала вы можете конечно это все попробовать что намажать желток на голову и волосы мои станут потом прекрасными шелковистыми да возможно но не выпадать от этого меньше они не станут потому что причина она всегда внутри да то есть вам просто не хватает каких-то веществ и это уже следствие причина внутри следствие то что они выпадают дальше четвертый у нас причина выпадения волос это конечно же вот про анемия да вот да родмила написала да вот как раз анемия соответственно совершенно верно я я про это сказала как я про свой опыт расскажу обязательно если вам интересно сейчас я давайте закончим не осталось совсем чуть-чуть буквально два пункта потом мы с вами поговорим оставлю время на вопросы хорошо дальше стрессы 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 собственно вот роды резкое снижение веса если кто-то резко худеет не удивляйтесь что это сопровождается обилием выпадения волос собственно худеть нужно постепенно как и вес мы набираем тоже как-то так постепенно не бывает такого что вот сегодня я покушала много завтра с утра я проснулась у меня уже плюс пять десять лишних килограмм да все происходит в природе постепенно соответственно сбрасывать вес тоже нужно постепенно я думаю со мной согласятся эндокринологи они как правило курируют снижение веса да если вот грамотно заниматься похудением или как это правильно называть постройнением мне больше нравится постройнение то все это нужно делать со специалистами да не сама себе я назначила диету и рассчитала там калории и всякое прочее да а вот как-то так с умом подходить все таки да собственно смотрите какая история вот четвертая причина это как раз таки физиологичная потеря избыток потери волос он физиологичный потому что организм столкнулся со стрессом я заговариваюсь простите пожалуйста может быть вы мне какую-нибудь скороговорку новенькую подкинете я кстати иногда их говорю всех скороговорок не переговорить не перевык говорить ладно не будем отвлекаться в общем стрессы понятно да и дальше пятое мое любимое это кстати я тоже с этим столкнулась это заболевание кожи головы да это всевозможные сибореи дерматиты тоже следствие этого перхоти всевозможные да излишняя кожа сухая когда излишняя сухость на коже голове головы да что ж такое соответственно это может быть связано с тем что и выпадение волос тоже обильное да что нужно делать с этим смотрите ребят какая история если все таки вы понимаете что это ваша тема да что кожа головы она как бы экземы да иногда бывают псориазы вот 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 смотрите ну про меньше есть это все таки такое да это уже больше немножко туда в сторону диет и я предпочитаю все таки со специалистами прежде всего общаться не ставить себе диагнозы по собственно вот по прямым эфиром да по ютубу по чему там по гуглу да все таки наверное сначала имеет смысл обратиться к своему телу сдать анализы да и посмотреть что что за картина у нас да видеть картину целиком и не так учить лечить как бы симптомы а не первопричины да смотрите сиборея дерматиты это все тоже следствие как правило связано это все ну как я уже сказала да и гормональные фоны и питание может быть и все что угодно нам намазать чего-то попрыскать чего-то это даст эффект временный недолгосрочный поэтому ребята я вас призываю все таки действовать изнутри и ну просто сдать анализы не чтобы убедиться в том что все плохо а в том что убедиться что все нормально и и вот эти вот экспресс тесты кстати вам в помощь а я сейчас готова рассказать про свой опыт ответить на ваши вопросы как как бы как это было у меня и что это было у меня так давайте я немножечко пролистаю можно задавать мне вопросы я вообще хотела на полчасика сегодня выйти но я готова задержаться так смотрите лечить грибок да все верно псориазы дерматиты это грибковые заболевания на коже головы а а а вы хотите чтобы я прочитала эту скороговорку наталья наумова знаете я сделаю print screen я научусь ее говорить сейчас сейчас оп и я ее обязательно скажу в сторис наверное радмила здравствуйте можно пересмотреть прямой эфир сначала но мне не сложно я могу ответить я визажист свадебный стилист мастер по волосам я не трихолог что важно да я не врач по волосам если вы замечаете у себя какие-то такие вещи в виде псориазов дерматитов грибковых налетов да каких-то на волосах это все не лечится подорожниками спреями и и как бы местно да это все все таки нужно все идти с доктором да через анализы ребята вот как я остановила волосопад спасибо ольга кошкина за вопрос правильно прочла да смотрите у меня была история банальная для большинства мам это просто был гормональный сбой после родов у меня два погодки подряд да если после первого я до конца еще не успела восстановиться там следом пошел уже втором плюс два грудных вскармливания по практически по два года да все очень долго у нас это вот отлучалось вот оно собственно тебе пожалуйста и следствие да очень много выпадали волос я восстанавливалась с завершением грудного вскармливания это вся история немножечко само собой поубавилась но я добавляла себе дополнительные всякие препараты типа я ничего внутрь не колола не ела я налаживала питание да у меня есть такая особенность я склонна к дерматитам моя кожа да это все после родов обострилась раньше это было не так заметно ну знаете да что такое дерматит это шелушение кожи там красные участки выглядит все это не очень лицеприятно да собственно так я на минеральную косметику и переключилась потому что я кстати ребята я кстати вот небольшой анонс я буду вести еще прямой эфир по минеральному макияжу вот расскажите знаете вы что это такое в чем его отличие собственно да ну-ка кто-нибудь отвечает нет спасибо за ответ пожалуйста если если хотите я расскажу подробнее у меня на самом деле было несколько сплетенных вот так вот проблем с волосами у меня еще очень супер чувствительная кожа головы пересушенная когда-то давным-давно не буду рассказывать каким препаратом я себе пересушила волосы такое волосы и кожа головы тоже естественно пострадала такое может быть кстати после окрашивания после каких-то агрессивных воздействиями аммиачных веществ если это какой-то не очень квалифицированный колорист намазал вам еще и кожу ну в общем такое всякое разное может быть да поэтому мне приходилось действовать и изнутри и снаружи кто-то тут мне про органическую косметику ну можно сказать и так да минеральная косметика можно сказать она органическая эко это это минералы там нет никаких жирных составляющих то есть она выглядит как пудра да собственные тени так выглядит и румяна и само тональное средство и основы под тональные средства да ну матирующая база ой не матирующая а тональная тональная база тональная основа вот я кстати вам 5 воскресенья покажу в 11.30 на себе продемонстрирую покажу отличие на кремовом тоне да и на минеральном да расскажу в чем их разница как наносить есть небольшие особенности нанесения да вот такая вот история но сейчас не об этом да вот я лечила могу рассказать какие препараты но мне кажется нет смысла вот это вот переписывать нужно все индивидуально это все в индивидуальном порядке мне помог только я наладила систему питания и мне помог я кстати замечаю что чем больше я кушаю сахара тем явнее у меня снова проявляется дерматит вот я заметила такую взаимосвязь потому что в дерматит вот в этих в общем стафилококк в основе моих дерматитов в основе ваших что нужно выяснить поэтому не сложно догадаться что дерматит стафилококк питается сахаром чем больше вы кушаете сахара соответственно на коже тем больше появляется всяких высыпаний, но это не только, это причина, у вас может быть абсолютно другая. Спасибо всем за кошечек с сердечками, а то какашек было, знаете ли, много в начале, и вот я так думаю, сейчас самые стойкие остались, но много какашек это тоже какая-то реакция, все, наверное, не зря, у кого что есть, тот тем и делится. Спасибо, ребята, остались самые стойкие, я готова ответить еще на какие-то вопросы, уже полчасика, в принципе, прошло, углеводы, да, убирала быстрые углеводы, это что, все с содержанием сахара, шоколадки, пироженки, от которых я прям очень, до сих пор от некоторых шоколадок не могу отказаться, оставила только горький шоколад, вот недавно попробовала 97,9% какао, вы представляете, что это за шоколад? Его вообще невозможно есть, у нас даже дети его не едят, вот, а я ем 97% какао, вы представляете, это вообще наигорчайший шоколад. Так, еще какие вопросы есть? Убрала быстрые углеводы, да-да-да, оставила только долгие, по утрам овсяночка, кашка, кстати, овсянку я ем, не могу есть на воде, где-то вычитала, что на молоке это тоже не сильно полезно, поэтому я варю овсянку на овсяном молоке, да, вот масло масляное, оно очень вкусно, мне очень нравится, не молоко, я, это никакая не реклама, просто вот говорю то, что мне помогает, кстати, кожа лучше тоже. Ну, не молоко, это молоко растительное, можно сказать, да, овсяное молоко, вот овсянку на овсяном молоке, даже сахар туда не добавляю, вообще, вот, шикарно получается. Да, ребята, у меня волосы такие от природы, и у моей подружки Лолы тоже волосы такие от природы, вот она блондинка, я рыжая, мы с ней вместе, замечательные подружки, очень часто она мне помогает, я на ней отрабатываю всякие свадебные прически, особенно вот в период карантина, когда я не могу пригласить никуда модель и никуда пойти, собственно, вот, мы с ней забавляемся, развлекаемся, кто как может. Так, кто, голова продаётся или где кто продаётся? Волосы я не красила, ребята, это мой природный цвет, не сучка крашеная я, это мой натуральный цвет, серьёзно. Серьёзно. Не заблокируют меня, надеюсь, за это? Так. С возрастом истончаются, ребята, да, так происходит и с волосами, и с кожей. Никуда не деться. Больше самозаботы, больше любви, больше ухода, меньше сладкого, больше движений. Вот, собственно, ничего нового в Америку не открыла я вам. У меня лучше спасибо вам огромное, девочки, я очень рада, что вы сегодня такие... Первый раз вот я на такую публику выступаю и как-то так немножечко боялась. Оказывается, вы видите, как всё зря, какие вы хорошие. Смотрите, ребята, я сейчас посмотрю, кто был тот самый активный, мне так хочется наградить кого-то, пока мы вот так сидим, скрасить чьё-то, не знаю, тоску, печаль. Я надеюсь, вы развлекаетесь как можете. На самом деле, вот, паблика, забыла, как называется, ищу модель, да? Он старается для вас, ищет спикеров классных, рассказывает про всё и про вся, и это прекрасно, что мы можем с пользой провести эти, я называю это такие, новые неновогодние каникулы. Ну, если мы сами не будем себя, это, поднимать свой уровень оптимизма, то кто же это будет делать? Спасибо вам, правда. Так, сейчас посмотрим. Были ли у нас тут самые активные ребята? Смотрите, знаете как, все, кто остался до конца, вы можете написать мне в паблик Mila Yell, там, я думаю, администратор уже написал, куда меня, как меня и где меня найти. Вы можете написать мне прям, я с эфира, или написать мне там, давайте придумаем какое-нибудь кодовое слово, кстати, можете написать, какое-нибудь кодовое слово, и всем, кто мне напишет, я вышлю шпаргалку, как не покупать лишнее, это мой опыт многолетний, я визажист, это сложно не покупать лишнее, когда ты зашел в какой-нибудь Ревгош, Литуаль, подружку, даже Магнит Косметикс, везде, 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 всё с полок летит, надо и не надо, и вам, конечно же, в этом помогают продавцы-консультанты, которые на проценте. Вот, чем больше вы купите, тем больше у них будет зарплата, как бы грустно это ни звучало, в капитализме мы живем, да, и вот в нем, наверное, и останемся. Да. Вот, и еще, и еще, я думаю, не думаю, я уверена, что все это когда-нибудь закончится, и мы выйдем такими подготовленными из этого карантина, и, конечно же, пойдем дальше творить красоту. Я всех вас приглашаю в свой паблик, Mila Yell здесь и в группе... В Инстаграме я хочу запустить марафон, где каждое утро я буду краситься, делиться какими-то бьюти-советами. Это будет закрытый отдельный паблик, где каждый день я буду давать какой-то мини-урок с утра, да, можно и с утра со мной присоединяться, но главное в течение дня это повторить, потому что если знаниями не делиться, они стухнут, и смысла в этом не будет, вот. А у меня есть такая потребность делиться, давать пользу и сделать этот мир краш, наверное, наверное, как-то так. Поэтому пишите мне, я с эфира марафон, или просто можете писать марафон, ну, главное не в личное сообщение, потому что у меня что-то там вообще все завалено, очень много ко мне туда друзей добавляется, и в основном это люди, которых я не знаю, то есть как бы, вот лучше туда, да, и я вам вышлю этот подарочек, и, наверное, и, наверное, наверное, вышлю вам приглашение туда в марафон, и мне хочется еще какой-то подарочек вам подарить, я вот не знаю какой, я иногда делаю украшение ручной работы, может быть, вот украшение ручной работы разыграть, просто впереди у нас, что, свадьбы-то все равно будут? У меня одна невеста отменилась, но дальше-то свадьбы будут, и я думаю, что выпускные никто не отменит, и алые паруса тоже впереди, поэтому можно написать мне еще хочу подарок, и я решу, что вам подарить, или украшение, или дам скидку на свои услуги, вот подумайте, да, наверное, на выбор. Как вам, как вы, как вам идея? Дайте обратную связь. Потому что все-таки как-то хочется наградить народ, какашек сначала было много, а вот те, кто остался, наверное, ведь людям интересно, раз вы остались, да? Так, давай посмотрим, давай, давай, я уже на «ты». Давайте посмотрим, можно быстренько мне какие-нибудь вопросы написать, я вам отвечу, да, и я, наверное, уже пойду, не имею я уже больше наглости вас задерживать. Собственно, про волосы мы поговорили, сегодня у меня был такой эфир на «поболтать», ничего я не обучала, не показывала, я специально так сделала, потому что эфир такой внезапный, я вообще готовилась к макияжу. Я готовилась к макияжу в воскресенье, чтобы вам уже прям, прям точечно показывать, объяснять, что куда, в чем отличие. Я хотела в прямом эфире в это воскресенье сделать минеральный макияж, вам показать, все рассказать и на вопросы ваши поотвечать. Кстати, можно мне туда же писать в «Мила Ел» вопросы на будущий эфир в воскресенье, то есть вы можете задать мне какой-то вопрос, там, я не знаю, про минеральный макияж или про проблемы со своей кожей, я его обязательно прочитаю и включу в пункт освещения на эфире, отвечу на ваш вопрос, поэтому вот так, да? Анализ на уровень витамина D, кстати, тоже, Ольга, да, да, совершенно верно. Так, я сейчас прочитаю, есть что-то, как много комментариев, спасибо. Ой, спасибо, Ольга, про стрелки, вот к моему стыду, честно, сделала их лайнером за 2 минуты, потому что уже было-было-было, пора мне выходить в прямой эфир. Спасибо вам огромное, кстати, про стрелки, если интересно, тоже поговорим, какими продуктами сделать их быстро, как сделать их быстро, да, как сделать их стойкими, даже не стойкими продуктами, в общем, могу. Моя практика преподавания и 5-летнего, 5-летнего собирания невест показала, что все это держится. Старый знакомый? Куда-то в модели вы собрались? Ко мне, да? Как здорово, когда есть веселые ребята. Ну что, ребята, никаких вопросов нет, да, ну что, давайте тогда подведем итог. Я думаю, что вы все поняли про то, что выпадение волос это следствие, причины всегда в ДУ-3. Поэтому, если экспресс-тест показывает, что у вас меньше 10 волосинок остается в кулачке, то значит все в порядке. Если больше, и вас это уже начинает беспокоить, и не только вас, и все ваше окружение, вашу семью, если вы заслали все полы волосами, и везде волосы, и это всех раздражает, и в том числе вас, конечно же, стоит обратиться к доктору. Ребята, не мазать никаких подорожников, не прикладывать ничего, да, идти к доктору, потому что зубы сами вы себе не лечите, да, почему же мы решаем, что на волосы помазав подорожник, мы можем сами поставить себе диагноз и сами все вылечить, да. Тут такая же история, давайте пусть каждый будет заниматься своим делом. Кодовое слово, давайте, вы не придумали никакое кодовое слово, тогда пишите мне просто марафон, да. Я добавлю вас, вышли вам приглашения, и я так подозреваю, что, наверное, есть смысл начать, пока мы все сидим на карантине, прокачиваться в плане бьюти, да. Я научу вас делать стрелки, разберем гардероб, разберемся, как подбирать себе тональные средства, научимся делать экспресс-макияж, вечерний макияж, трансформировать его, ну и, конечно же, наведем порядок в голове, потому что красота изнутри, да. Это привычка быть красивыми, и вот мы будем ее вместе формировать, потому что, признаюсь вам честно, я тоже на карантине немножко так обвисла, обмякла и как бы подзабила на все это дело, а вот видите, сейчас за 10 минут пришлось мне как-то мобилизоваться, потому что все-таки как-то ж неудобно визажиста же ведь, как-то ж ведь неудобно перед людьми. Все, ребята, я очень рада. Пишите кодовое слово, марафон, мне в мило ел, тут есть везде ссылки на меня, все, спасибо большое, Лола тоже шлет вам пока-пока, спасибо большое, что вы были со мной, берегите себя, любите себя, любите свои волосы, и они отплатят вам благодарностью.